А достаточно только выставить защиту, потому что сама рука, которая выходит на эту защиту, она уже сбила мяч в траектории поражения. Не надо, не надо так. Нужно вот как. Рука раз и вниз смотрит. Все. Вот она. Я стоял, разворачиваюсь, ножка в сторону идет. В сторону и на 90 раз поворачиваюсь. Вот. Не надо вот так. Нужно вниз. Вот руку. И все, спокойно. Все, она достаточно своей действия сделала. Не нужно подбрасывать. У вас мяч сейчас подбросился. И в сторону ушел. Вот вниз должен смотреть. Вниз. Вот так. Вот. Нет, вы вперед идете ногой. А вы должны вот так отойти. Снова. Вот. Пробуйте Роман Вик. Ага. Вот. 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 Повыше и пониже. То есть, по четче линию. Вот она, ровненько вниз. Нет, опять угол. Вот, вот так. Вот. Ага. Униз смотри. Не смотри на его мяч. Сам делай движение. Оно самой тебе поможет. Не встань. Вот. И в сторону получше. Уходи, разворачивайся. Вот так. Уходи, разворачивайся. Ага. Хорошо. Хорошо. Сейчас мы прошли основные виды защиты, с которых начинается изучаться защитная техника мечом в древнерусском. Эти основные линии должны отрабатываться очень тщательно, долго, пока кисть не научится вовремя разворачиваться. Если мы с вами кисть не умудрим, чтобы она могла разворачиваться в разные стороны, и мы могли легко меч выстраивать в разную плоскость, то мы с вами не успеем в бою вовремя развернуть меч и окажемся пораженными. Поэтому отрабатываем все варианты. сбивов, скосов, чтобы противник не мог подойти мечом на поражение. Посмотрим, как, будучи в защите с мечом против меча, мы должны отобрать меч противника. когда он у нас нападает. Попробуйте, Александр Николаевич, сверху нанести удар. Мы уже видели, что мы делали стопор верхний над главный. С правого плеча кисть у нас заносится. То в то же время, когда идет защитная стопор, и мы застопорили меч, в это же мгновение рука вторая, если она свободная от щита, она выходит на кисть противника и большим пальцем руки заходит за яблоко. Тут вот видно, как сейчас палец зашел за яблоко. А кисть накрывает кисть противника снова. вот, в приближенном варианте. Рука нырнула и вошла на руку противника, а большой палец поднырнул под яблоко. Меч застопорил и разворотом вокруг кисти мы вырываем меч и подбросом он входит в нашу руку. То есть, если мы делаем это немножко быстрее, то это выглядит так. И мы отобрали таким образом меч противника. Может это быть и с ударом ноги. Когда почти мы на отбор захватили меч, отбираем, меч разворачивается, а в это время происходит удар, чтобы противник не мог потянуться за мечом. Роман Надеюсь, иди сюда, пробуй. Зашел я на захват, отобрал, выхватил меч и могу мечами поразить противника, а могу отбросить его ударом в ноги, чтобы он не подошел, не долез до нашего с вами меча. Еще раз попробовать по очереди. Хорошо, попробовать теперь вы. Подброс, хорошо, обозначение ногой. Хорошо. Теперь Роман Олегович. Нет. Рука неправильно, неправильно. Рука наоборот ныряет. Вот так, правильно, нижний пальц, пальц большой вниз. Вот. Выхраскывай. Подкидывай. Подкидывай на разворот, чтобы она из обратного хвата прямо охват пошла. Пошел. Подкидывай. Все. Вот теперь, да, мечи оказались в своих руках. Хорошо. Будет меч идти с краю. то есть из-за плеча под углом. Вот он, угол. Мне теперь также, изменяя угол, я скажу, я теперь, кисть у меня более горизонтальная должна пойти. И таким же движением мы опять забираем меч у противника. но кисть уже должна учитывать. И сам блок, который у нас совершился, стопор вот этот, и кисть должна лечь правильно на противник, чтобы мы могли у него отобрать меч. Кисть должна регулировать угол. Если удар сверху был, она разворачивается, кисть более ровно. Если сверху удар был, если сверху вот мы делали. А теперь, когда угол был другой, то и кисть идет на этот угол. Чтобы захватив, вывернуть меч. Попробуйте. Нет, стопор не такой. А кисть вверх. Да, чтобы не мешала второй. Нет, вы свою руку не рубите. Вот. Повелись. Хорошо. Отобрали. Отборится меча. Под угол больше. Сейчас 45 попробуй. Это уже дольный. Сделай заплечный чисто 45 градусов угол. Дуговой. Дуговой удар. Вот. Хорошо. Дольный удар. Опять меч ходит уже параллельно земле. И рука чуть ли не ложится на руку противника. Раз. И опять за яблоко мы выводим. Разворачиваем меч и уже можем контратаковать противника двумя мячами. Пошел угол меняется. Отобрали и повели меч на противника. Пробуем. Дольный подход. Вот. Отбираем и идем на противника. Отбираем и идем на противника. Хорошо. Меняйтесь. И разворачиваем воздух. Снова пробуйте. Вы должны закрутить мечом руку противника чтобы она отдала меч. пошел на отбор. Снова. Раз. Нет. Ошибка какая. Снова пошел удар. Я вот ложу как руку. Опять большой палец у меня вырыв делает и переводит меч. Именно большой палец. Не так сейчас как ты за яблоко хватал. Ты вот за яблоко схватил и повел его. а ты заходишь большим пальцем сюда и разворотом совершаешь болевое воздействие и когда при сильном боевом исполнении ты руку можешь еще и поломать и у тебя меч оказывается при этом развороте в правильном положении. Попробуй. нет нет как и до этого ты делал нет нет вот теперь повел отбирай разворачивай хорошо хорошо вот и залом ты совершил на руку на кисть и отборется давай нет большой палец чтобы у тебя зашел постарайся большим пальцем зайти крути крути вокруг подкидывай только нужно это делать движение быстрее то есть вот если ты пошел ты должен сблизиться видишь как шаг вперед вот и сам меч выходит сам меч выходит попробуй мягко аккуратно сделай шаг вперед левой ногой правой ногой вот пошел на дворец ломай 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 не бойся ломай она изогнется и он отдаст мягко пошел вот получилось молодец у нас пошел удар снизу нет снизу вот так посмотрите кисть уже развернулась ее очень легко отобрать раз она еще сама на развороте раз и все и она уже может даже без разворота войти противника обратно посмотрите внимательно мы раз развернулись разворачиваем когда меч у нас сделал стопор за стопор или мы мы легли раз и сразу выходим на поражение противника шага не было вперед правая нога сделала шага да раз развернуть смотрите когда вы отобрали вы его развернули уже меч и вот таким образом можете войти обратно нет кисть он не разворачивает да да кисть разверни пошел вот и сразу же можно вернуться сделай шаг той ногой ближе подойдешь задняя нога у тебя сделает прямой шаг вперед раз пошел и пошел вот все правильно почему потому что вы должны делать самые короткие движения не нужно вам лишнего раз отобрали и сразу вернулись его же мечом его же порешили один меч вам помог застопорить другой и вон и вон и вон и вон и вон и вон и возвращается противника вот хорошо меч снизу вот сюда как мы стопорились теперь посмотрите мы как стопоримся мы стопоримся и рука у нас есть сверху то у нас она всегда выныривала из-под меча меч закрывался и все время рука была снизу теперь меч идет снизу и мы стопорим меч оказываемся в положении когда отбираем и возвращаемся к противнику посмотрите внимательно на кисть как она вышла легла взяла яблоко вывела меч и вернулась попробуй роман девочка на меня хотя снизу пошел вот этот удар вот я сразу же иду на яблоко отбираю и возвращаю меч в живот противника посмотрите сейчас была у меня защита меч когда захвачен за яблоком посмотрите как я его сразу вот этот меч еще помогает мне на чем я разворачиваю меч противника то есть я его заверну и эта точка опорная за счет которой я помогаю мечу развернуться если я не буду держать эту точку вот я попробую взять мне тяжеловато видите он на меня сам лезет поэтому когда я его заскрыл то у меня раз и легко так сказать войти противника попробуйте раз и пошел противник его же мечом возвращать да хорошо попробуйте теперь романа делать иди на яблоко захватывай яблоко и возвращайся захватывай яблоко одновременно секрет отборец и в том в данном случае что меч стопорит а рука идет на отборицу сразу моментально одновременно раз все если вы не успеете он меч вошел и вернулся вы только столкнулись мечи и рука уже прихватила или руку или яблоко пробуйте да вот вывернулись вот мы с вами прошли круг когда нападение у нас идет сверху вниз с той стороны где у нас в руке нет меча теперь у нас пошел круг более сложный когда удары уже по заплечной идет с той стороны где у нас меч в руке вот пойдет удар с той стороны заплечной да смотрите мы вошли и вот он угол мы можем еще на таком угле сработать чтобы как тот меч вылезти руку можем еще развернуться но более крепко нужно разворачиваться локоть уже поднимается вверх корпус наклоняется тогда мы сможем вылезти меч и отобрать второй вариант уже когда мы идем руку руку рукою к яблоку и просто его цепляем и с проносом корпуса назад когда мы совершаем закат движули мы отбираем меч снова раз вот он захват захват оказался яблоко и выносом назад корпусом мы меч отрываем из руки попробуем и корпусом движением назад мы резко вырываем меч из рук противника пробуйте и все отбор хорошо хорошо в руку перекладываю меч и возвращаю ошибка сейчас вы и не то и не то не сделали вы хотели развернуться тогда надо было идти вот так вкладывать а если вы идете на простой отбор вот этот то вот она отборется все так раз и простой отбор это вы через кручение вот и отобрали да хорошо попробуйте теперь роман ляг и пошел надбор хорошо и вы должны почувствовать как меч сам ляжет в вашу руку а сами как вы с какой стороны сейчас удар совершаете с этой правильно да теперь давайте уже более дольный то есть вот он меч пошел с этой стороны где моя рука посмотрите меч встретил или так снова или так для нас это не важно важно чтобы рука пошла на отборицу снова делаем раз и рука сама зашла вот оно местечко уголочек небольшой куда рука зашла на отборицу чтобы вывести меч из руки противника снова встреча раз два все рука не может удержать даже пусть он сильно держит все равно нет вы же ее почти что ломаете медленно покажем раз смотрите пошел разворот вот она как разворачивает и ломает почти что палец если при сильном развороте при сильном отборе рука ломается аккуратно командир попробуй именно